Всем здороски, ребятки! Это снова продолжение сказки Child of Wild. И в прошлый раз игра у меня, я обещал первую главу всё вам показать, но, к сожалению, после того, как я дошёл до вот этого чудного растения, озарённого каким-то непонятным светом, вокруг которого летают какие-то сферочки, не разветные, а щененькие, да? Я дошёл до этого растения, игра у меня зависла, тупо зависла какого-то чёрта. Это было просто смертельное зависание, которое не позволяло пройти игру дальше. Мне пришлось критично остановить игру, ну и, попросту говоря, сделать первую часть такой короткой. Поэтому вторая часть, я надеюсь, будет подлиннее, ну или хотя бы, по крайней мере, дойдём до следующего зависания. Вот такие дела. Я вижу, что какой-то зверь там ходит у меня за моим левым бочком. Кто там ходит, бродит вдалеке? Непонятно, что это такое. Что это за кракозёбра ходит там, покемон какой-то. Это что, твою мать, за покемон, а? Давай его поймаем. Я не знаю, кто это такой, но, может, кабан? Кабанье рожа, смотрите, точно кабанье. Наглый кабан ходит вдалеке. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, короче, мы дошли до вот этого растения, и что мы будем с ним делать? Что нам с ним сделать, с этим растением? Есть два варианта. Можно его срезать и закурить его, этого растения. Но второй вариант предпочтительнее направить на него нашего виспа, светлячка, и собрать вот эти вот, не знаю, сферки, которые летят вот сюда, прямо вот сюда, к шкале, вот этой, к этой шкале светлячка, да? Свечок, кстати, может светить, светит, когда у него, видите, шкала заканчивается. То есть, количество света у него ограничено, расходуется, батарея садится. Так что, если вы не поняли, где я нахожусь, вот-вот, вот здесь я в прошлой серии остановился, вот перепрыгнул через эту дыру, через этот овраг. Там только что, ну, за моей спиной проходил какой-то гигантский кракозябра, ну, голем, взрывенный такой, голем, наверное, размером с десятиэтажный дом. И, собственно, я его увидел, спугался и побежал в этот лес. А потом у меня все зависло. Ну, в общем, продолжаем, продолжаем. Историю продолжаем. Так, собираем их. А-а-а, улетели, блин, надо было, а-а-а, во, их надо ловить, успевать. Так, вот, как-то они тут летят, фиолетовенькие, зелененькие, я так понимаю, они должны мне давать и здоровье, и ману, да? Видите, у меня показано, кстати, три зелененьких, что-то там 14 HP, и фиолетовая М, это 6 из 6, то есть 6 магии у меня, я так понимаю, да? Ну, все, первый уровень у меня, первый уровень, однерка это уровень. Все, разобрались, разобрались в интерфейсе, надеюсь. То есть, я не понял только, что такое трио, три зелененьких шарика, три зелененьких, непонятно, что это такое. Но, в процессе все равно поймем. Так, смотрите, надо собирать, насколько я понял, как мне сказал этот висп, светлячок, собирать надо начинать с оранжевой и потом дальше. По порядку, так, чинг. Видите, прям мелодия получается, тын-дын-дын-дын, и какой-то там в конце светящийся шарик появился, и полетел прямо уже не к виспу, а прямо к нашей принцессе Авроре. Вот. Я понял, что это принцесса на самом деле, я ее просто называл девочкой, а теперь буду называть ее принцессой. Видите, у нее же корона. В конце концов, она дочь короля, спящая принцесса. Вот, мы дошли, между прочим, за моей болтомнёй, по ходу дела мы дошли до, до какого-то громадного дерева. Давайте его осветим, озареем его. Вокруг куча всяких разных фруктов растет, не похожих на хурму. Может, поедим их, а? Здоровая хурма, я люблю хурму. Так, так, давайте соберем снова. Раз, два, три, четыре. Пим-пим-пим, прикольный такой звук получается, как дорами фасоль оси, вот знаете, как детская пианинка какой-то. Пим-пим-пим-пим-пим, колокольчик. Так, ну, не пианинка, раньше такая фигня была. В детском саду я играл. Давали молоточки такие, и там пианинка стояла, и мы молоточками били по нему, получается, там, по этим кнопочкам. И получались разные звуки. Прикольные такие звуки. Авалденные, я просто, не знаю, просто такой катарсис испытывал в этот момент, когда я это делал, кайфовал. Но мне редко давали на нём поиграть, потому что все хотели на нём поиграть. И, блин, мы постоянно за него дрались, я помню. Битва была не на жизнь, а на смерть. У нас в детском саду больше ничего не было, в принципе, кроме этого пианинка. Поэтому, ну, одна игрушка, а нас там 50 человек, сами подумайте. Конечно, мы дрались. Всем хочется обладать игрушками. Суровое детство было. Ладно, что нам надо делать здесь? Ага, за этим деревом тропа. Ой, ладно. Мне не попасть туда никак. Так, я не так озвучил виспа, ну ладно, по-другому. Светляк. Ой, не так. Ой, не так. Ой, почему закрыты двери? Аврура. Я вижу скипетр и сферу. Конечно. Ясен мне ответ. Давай светим, мне нужен свет. Повежливее, нельзя спросить. Я знаю, как нам дверь открыть. Хорош тут комедию ломать. Вот так надо было добавить в конце. Пусть каждая из трех теней, да, найдет свой символ на стене. Умная девочка. Ну, тут понятно, да? Мы видим на каждой из сфер. Тут вот какой-то скрипичный ключ. Тут какая-то арфа, блин. И тут какая-то, не знаю, дуда какая-то, труба. На трубе дудец какой-то. Ну, флейт, наверное. И надо, чтобы они вот сюда, естественно, светили. Вот, найти. Короче говоря, трафареты. Ну, короче, вот найти нишу. Вынишивать попасть надо. Вот, смотрите. Оп. Первая пошла. Оп. Надо сейчас собрать вот. Ого. Какой я красава. Я, наверное, сделаю. Как я, получается, у меня клево. Вторая пошла. Загорелись. Хурма загорелась. Класс. Хурма горит. Надо рвать, пока она в самом соку, блин. В самом соку. Сладкая же. Переспеет. Ну что, свободен путь теперь. Зачем тут? Интересно, дверь. Блин, у меня вообще-то голоса начали ломаться. Но, тем не менее. Стоп, стоп, стоп. Я пока туда не пойду. Я хочу пойти дальше прогуляться. Что здесь у нас? А. Тан-дан-дан-дан-дан. Блин, зачем я их все собираю? Я пока не понимаю. Может быть, что-то меняется. В характеристике надо глянуть. Так. Снаряжение помощники. Так. Ну не, вроде бы у меня статы все на месте, слава богу. Слава богу, эти шарики не приваляют мне характеристики. А то я бы, наверное, стал прокачанным, супер прокачанным монстром. Я уже их много насобирал. Ладно, идем быстро в дерево. Дерево куда-то ведет от нас. Это прям как... А это кто? Спрошу. Доставай меч внизу. Кто говорит? Здесь призрак ночи? Лесная фея, это точно. Матильды меч, скорей бери. Кто там говорит-то? Я не понял. Эй, покажись. Эй, не стесняйся. Где ты? Хе, странно. Никого нет. Кто там со мной разговаривал? Непонятно. Может, у меня галлюцинации. Эй, непонятно. Короче говоря, что это такое? Статуя стоит с арфой. Тут камень. Камень. В камне меч. Есть такой мультик тоже. Меч в камне. Диснеевским же прочим. Посмотреть рекомендую. Я сам не смотрел, но, блин, мне нравится сцена. Там есть такой кадр. Вот свет так светит на камень, а в камне меч. И герой приходит так. А меч достает оттуда такой. Я теперь герой с мечом. И вот такой вот фильм классный, мультик. Вот. Я вам хороший обзор сделал, надеюсь. Ладно. Достаем. Мы прям как герой сейчас. Я думаю, я его достану, сто процентов. Смотрите, сколько силы у этой маленькой девочки. Он будто бы огнем горит. Но тяжелый, однако. Бегите вы подобных встреч. Но, к счастью, у меня есть меч. Сейчас начнется запорожье сечь. Ладно. Давайте растерзаем зверюгу. Смотрите, на нас напал. Вот мы видим боевую систему. Собственно, во всей ее красе. А-ля Final Fantasy. Ну, тут, короче, конечно, до финалки, честно говоря, далеко. Как до луны пешком, я так понимаю. Система обращена, да некуда. Вот все функции, функции. Экзекуции, которые тут доступны. Смотрите, у нас тут есть обычное действие. Действие. Зелье есть. Бегство. Замена, я так понимаю. Одного из героев поменять, да. И все. Давайте применим действие. Ну, зелье это понятно. Мы можем выбрать любое зелье из сумки, да. В любой момент. Убежать. Заменить персонажа. Ну, и действие у нас тут. Нажимаем действие. Мы получаем защиту. Удар мечом. И, соответственно, исцеление магии. Наверное, со временем появятся другие магии. Они вот здесь появятся все в действии. Что ж, давайте долбить мечом. Несчастное создание. Кстати, смотрите. Виспом, если... О, виспом. Светлячком, если... О, может, кстати... Ооо. Ты смотри, как она меня долбанула. Три очка сняла у меня. Три HP. Ха-ха. Какая кракозябра. Это у нас какое-то... Ну, не знаю, что это за существо, короче говоря. Какой-то пень с ногами. Пень с ногами похожа на паука. Вот. Или на блоху. Блохоногая древопилка. Так ее назовем. Так. А, во-во. Тут, кстати говоря, во время боя даже, можно у растения отрихать и собирать с них вот эти вот шарики светящиеся. Да. А наш светляк может, между прочим, в любой момент ослеплять врага. И тем самым он замедляется, кстати говоря, его. Когда я вот так свечу на врага, враг замедляется. Но висп у нас... А, вот сейчас во время боя, смотрите, кстати, даже шкала не расходится. Класс. На! Мучаем, гада. Ладно, бей. Бей. Удар мечом. Еще один удар мечом. На! Кто к нам с мечом придет, тот от меча и... Помрет. Плюс 40 опыта. Люблю эту фразу повторять, потому что это правда. Сильный волшебный нектар нашел. Вот такая была эпичная битва. Она могла бы быть, конечно, еще эпичней, если бы боевая система была покруче. Ну, ладно. Ни одной боевой системой эта игра красивая. В игре самое главное, это... Это именно мир. Красивый. Смотрите, листочек к листочку. Блин. А какой художественный стиль, а? Ммм, грависсимо просто. Белиссимо, блин. Отец, к тебе мой путь лежит ли? А кто такой отец? Скажите. Все просто. Это мой родитель. Хм. Ты знаешь, что такое родитель-то хоть вообще, а? По-моему, у них нету разделения по полу признакам у этих существ. О! Смотрите. Он бежит. На! Слепляем, гада. И теперь... О, я могу пробежать. Смотрите, если я его ослепил, я могу пробежать. И сзади с тыла долбануть. Потому что... Я уже немножко посмотрел про эту игру. Тут можно с тыла бить врага, и таким образом его можно застегать врасплох. И у меня преимущество, смотрите, на тактической, по тактической вот этой шкале. Видно, что я первый хожу, а ему до меня как дул на пешком. То есть я похожу быстрее. Еще и замедлить могу застранца вот так. Так, собираем эти все шарики. Сферия не зачем их собираю, но собираю. Бьем, гада. И попутно замедляем его. Смотрите, замедляю его как могу, всяческими силами. Вот, замедляю его, замедляю. И смотрите, я второй раз в койсе сходить. Это настолько просто. Ну, я не знаю, я его добиваю спокойно. Какая легкая игра, а? Вот боевка в игре легкая. Заметьте, я играю на харде, на самом сложном. Но мне очень легко. Понятно, что, видимо, игра рассчитана на такую младшую аудиторию. Чтобы им было легко, чтобы они проходили и игру сделали несложной. Вот и все. Все объяснение. Я так думаю. Убирайте новые навыки для Авроры. В общем-то, Аврора получает возможность убрать навык. У меня одна единичка навыков появилась. И теперь смотрите, что я сделаю. Я ее сразу вкачаю вот сюда, как я и обещал, в магию. Звездный свет хочу прокачать. Вспышка света, направленная на одно порождение тьмы. Свет побеждает тьму. Да. Но свет неэффективен против света. Хотя, хрен знает, будет ли тут светящиеся создания, я не знаю пока. Неизвестно. Как говорится, это еще в медицине неизвестно. Так, ну что. Все. Не медицине, а науке. Так, лень мне туда подниматься. Давай-ка слетай. Метнись. Нет, придется все-таки подняться. А, стоп, стоп, стоп. Указатель. Направо к старому монастырю. Налево. К алтару. Алтару Матильды, блин. Так, ладно. Вот, я собрал. И там еще одну. Вот так шустро я это сделал. Но я, наверное, там оставил целую кучу еще. Сферы. Я не знаю, чем их собираем. Может, они опыт дают, блин. Смотрите, у меня, кстати говоря, характеристики увеличились. 20 HP, 7 MP. MP у меня увеличилось на целых... На одну. На целых одну штуку. Да. На одну очко. Ну, а HP, я не помню, сколько у меня там. 12 было, да? На 6 HP поднялась. О, собираем. О, здесь надо успевать еще и попадать. Смотрите, вот такой прям магический. Тут прямо как в Гарри Поттере надо какие-то фигуры делать мышкой, да? Вот этим вот виспом в данной ситуации. Центричком. Вигардиум Левиоза, блин. И видим вдалеке мы облик страшной ведьмы. Или кто это? Колдунь. Ну, колдунь какая-то. На фоне. То есть, смотрите, ведьма. А позади нее замок. Я так понимаю, это в замке-то она и будет как раз-таки нас подчивать. Пинделями в будущем. Да. Мы можем напасть внезапно на это создание сзади. Давайте застанем его врасплох. А, он меня заметил. Нет, 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 стоп. Вау, молнии как сверкают. Жуть какая. Блин, ну и сны снятся девочки. Я не позавидуюсь. На самом деле, я думал, это красота, красота. Все-таки мир-то красивый, да? Отвлекем гадину пока. И сзади его сейчас. Давай. Сранделя ему подставим. Сранделя заедем. Так. Ну, ладно, пока враги одни и те же, да? Чего тут у нас? Тут порядка никакого нет. Можно все собирать. Я не знаю, зачем я это делаю. Непонятно мне пока вообще-то. Бьем его, бьем. Так, замедляем попутно. А, с одного удара вынес. Вот это зверюга у нас, героиня. Еще одного убью я. Еще один уровень опанул. А еще один уровень. Куда их так много, а? Ах, сорвался. Сундук открой. Метнись за пивом. Бедный, бедный висп. Я его прям гоняю, как не знаю кого. Везде он у меня. Везде. Ну, а что? Если он может летать, почему бы его не использовать, а? Его преимущество не использовать, так сказать, в боях своих. В своих приключениях. Он может летать. Он может легко куда-нибудь добраться в труднодоступные места. Прям как зубная щетка, колгейт, блин. Да, он может действительно добраться до самых труднодоступных мест. Туда, куда мне никогда не попасть. С моими это двумя ногами, блин. Бескрылыми. И бескрылой спиной. А, тихо. Замедляем, гадов. Ну все, смотрите, сейчас мне заедут хорошенько. Поддыхло. Ох, блин, сейчас накрестеляют наши девочки, однако. Двоем тем более, вдвоем. На одну маленькую девочку напали. Как вам не стыдно, а? На тебе, гады, на тебе. Я сейчас замедлять вот буду, вас буду, как не знаю, кого есть, вот так просто держи. Да. Замедляем, замедляем. Все, мой удар. Но он сейчас вперед, мне ошибанит все равно. Наверняка. Нет, нет, я его опередил. Да. С одного удара. Рублю с плеча. 80 пи... Эй, че? Печи, блин. 80 тэкспы получил сразу. Вообще, как нефиг делать. Так, ладно. Ладно. Не, ну красиво, блин. Вообще, бои тут, на самом деле, это не главное. Я не обращаю внимания на бои. Я больше любуюсь окружающим миром. Игру могли сделать просто платформером, в котором ты бежишь и просто любуешься игрой. Ну и попутно там какие-нибудь головоломки маленькие решаешь. Она бы все равно была популярной, я больше чем уверен. Боевку сделали. Ну, тут она, я не знаю, даже лишняя, мне кажется, боевка. Хотя, где-то, может быть, интересно, что это будет с боевкой связано. Поживем, увидим. Может, какие-то боссы интересные будут, там, какие-то моменты. Посмотрим. Ну, если все бои будут вот такие вот, печальные, ну, это, конечно, печально немножко. Ну, ладно. Ну, все равно, этот печальный минус не может там перечеркнуть все плюсы этой игры. Один хрен, она довольно популярна, довольно интересна. Не то, что популярна, причем, да, она реально популярна на всяких рейтингах. Но не этим она берет. Не тем, что она популярна, она берет свои корчинки. Реально, ребят. Ну, ладно, хватит. Я, если буду вам одно и то же повторять, вот эту фигню про картинку, вы скажете, зануда, задолбал одно и то же. Давайте просто играть, и вы поняли, вы сами можете наслаждаться, знаешь, как и я. Зачем вам говорить о понятных элементарных вещах, да? Ну да. Ладно. Тем временем, еще двоих я уколбасил, заколбасил своим мечом, и, смотрите, кстати, пошел-вошел, куда я. Так, ну что ж, ладно, я заканчиваю вторую часть. На этом, и думаю, пора остановиться. Потому что пить хочу, если честно. Ждите продолжения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok